Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня прощенное воскресенье, и мы у всех просим прощения! Простите нас все, кого мы обидели, контентом или комментом, дизлайком или лайком в адрес оппонента. А также, если мы на ваш коммент не ответили. Потому что не нашлось, что сказать, забыли или не заметили. Особое прощение мы просим у тех, кому мы не нравимся. Простите нас за то, что мы существуем. Также простите нас те, кому наш контент не нравится. Делаем все, что можем, изо всех сил стараемся сделать получше. Вчера купили кольцевую лампу профессиональную за 5 тысяч. С ней вот сейчас экспериментируем. Так что принимаем советы от специалистов по освещению. Освещение через Е, а не через Я. Отдельное прощение просим у пролайферов, которые против абортов боятся. Которым особенно не нравится наш контент. Особенно вот эти два наших видео. Один наш батюшка даже обвинил нас в ереси и обещал не причащать, если мы не уберем этот ролик. Ну, наверное, ему начальство сказало, чтобы он на антиабортную тему что-то мутил у себя на приходе. А тут мы со своим анализом влезли. Причем с анализом слишком убедительным. Да, может быть. А мы им, в общем-то, и не мешаем, потому что они занимаются политикой, а мы занимаемся наукой. Точнее, популяризацией науки. Потому что ничего нового мы в своих видео не сказали. Все эти вещи давно известны. Надо только по сторонам посмотреть. А батюшка-то хоть комментарий оставил, в чем наша ересь? А он не комментировал. Хочет в личной беседе что-то нам сказать. Ну, батюшка не прав. Учебник церковного права от Вячеслава Цибина ему в помощь. Во-первых, публично высказанная ересь должна быть и обличена публично, и покаяние должно быть публично. Комментарии под нашими видео открыты и ждут конкретики, а не демагогии. Если мы в самом деле не правы, то мы обязательно запишем видео, в котором принесем все извинения за допущенные по невежеству ошибки. Во-вторых, решение по вопросам ереси принимает не священник, а е-бископ. В-третьих, еретиком является только тот, кто в своей ереси упорствует. После того, как компетентный церковный орган объяснил ему и официально утвердил его неправоту. То есть, мирянин, который плохо знает основное богословие, это не еретик, просто недоучка. Политические убеждения тоже ересью не являются. Мнение по общественным вопросам тоже ересью не является. Даже честное заблуждение по религиозным вопросам в силу недостатка образования, это не ересь, это просто нехватка знаний. А я думаю, дело было так. Какая-нибудь прихожанка на полминуты батюшке показала кусок нашего видео в телефоне и пересказала свое понимание, что она там услышала. Батюшка по диагонали посмотрел за пару минут тоже, то, что мы по целой неделе отлаживали, чтобы было политкорректно, чтобы было как можно меньше фактических ляпов, чтобы самим меньше запинаться. Ну и решила тругать нас, потому что жалоба поступила и жалобу надо как-то обработать. А зачем удалять контент, если люди смотрят, людям интересно, они обсуждают, мнения батюшки там тоже ждут. Он мог бы видеоблог завести и в своем видео нас поругать, как считает нужным. Обменялись бы лайками, дизлайками и комментами. Батюшке как раз блок заводить опасно. Хороший пример недавно был, когда священнику Владимиру Головину за контент настучали по голове. Ой. Придрались к какой-то ерунде. Вот священнику Дмитрию Смирнову гораздо большие реплики, гораздо больше прощается. И в общем Головину Митрополит велел удалить весь контент. А у него замечательный ресурс, дофига подписчиков, очень хорошие и интересные ролики на православную и духовную тему. Он, естественно, не согласился. А это уже преступление церковное, неподчинение начальству. За это наказание вылет за штат быстрее собственного визга. Жестоко. Вот только с Мирянином так не пройдет. Потому что Миряне не сотрудники этого батюшки. Ему не подчиняются. Мирянину батюшка что-то скажет? Мирянин совершенно законно, честно на эту тему подумает. И поступит, как сам считает нужно поступить в этой ситуации. Всякие наставления от нашего церковного начальства по духовничеству в помощь. Потому что в современном обществе духовничество в том виде, как оно работало в Средневековье, не работает. Сейчас не феодализм. К земле мы не привязаны. Сегодня в этом храме один батюшка, а завтра другой. Сегодня мы ходим именно в этот храм, а завтра в другой. И блогера, которого не причастил один батюшка по каким-то своим амбициям, придет в другой храм, и там его, как ни в чем не бывало, причастят и поисповедуют. И не будут каким-то иным способом к нему придираться. Может, даже он там подписчиков наберет и просмотров. Ух ты, как интересно-то, круто. Слава тебе, Господи. Тут самое главное, чтобы сам батюшка на какой-нибудь корпоративе лишнее не сказал про этот случай. А то ведь свои же подсидят. Какой-нибудь диакон, которому пришло время становиться священником, возьмет и скажет богачиному, что батюшка обвиняет прихожан в ереси и не причащает. В общем, короче, простите нас за все. Не хотим мы в этот пост писать видео ни про аборты, ни про церковные разборки, ни про политику. Мы надеемся в течение поста записать видео про стратегическое управление семейным бытом. А также, надеюсь, мы вместе со всеми вами будем поститься, молиться и слушать радио Радонеж. Интересные записи в интернете. Ибо радио Радонеж уже надоело. Да, а интересные записи в интернете, в первую очередь, об основах православной веры, чтобы нам меньше делать ошибок и утвердаться вере. А также различный научпоп, чтобы нас не обвиняли в мракобесии. Мракобесие просто бесит. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Платочек, ставьте лайки, пишите комментарии. На нашем YouTube-канале Платочек мы проводим платочка терапию мракобесия. А также у нас контент веселый и жизнерадостный, который поможет в пост не умереть от скуки. И от уныния. До свидания. До встречи в следующих видео. Спасибо за внимание.